23 октября прошло заседание Читинской думы. Настрой у народных избранников был сентиментальным. Так, например, депутаты продолжили традиции предыдущего созыва и поддержали предложение установить льготы по аренде для благотворительного фонда «Пчёлка Майя». Данные средства будут направлены на реализацию благотворительных проектов и программ, направленных на оказание материальной и энергии помощи детям и молодым людям, страдающим тяжёлыми заболеваниями. Усилить счастливый момент заседания думы решил депутат Галкин. Он доложил об успехах проверки пассажирских перевозок в Чите. По КСК, если взять, все люди были вывезли без проблем. Ажиотажа никакого не было. Более того, даже автобусы типа пасек шли со свободными местами заседания. След это было 17 октября, до 12 октября проверили фишенку Антипеху. То же самое я лично стоял на Антипехе с 7 утра и до 8.30. Как бы таких больших проблем не было. Секрет успеха проверки раскусил депутат Чебеньков и глава городского округа Анатолий Михалёв. Как оказалось, о предстоящей проверке были проинформированы все соответствующие службы. Вот они и постарались не ударить в грязь лицом перед депутатским корпусом. Если мы делаем проверку, она должна быть не зажима. Позвонить двум-трем депутатам, не надо тут всю дугу поднимать, ставить там известность. Позвонить двум-трем депутатам, договорились, выехали посмотреть. Это будет более реально. В итоге депутат Чебеньков предложил устроить внезапную проверку маршруток на его округе. Школа номер 17. По словам народного избранника, уехать с его района в город или обратно вечером довольно проблематично. Ради объективности депутат пригласил принять участие в проверке и съемочную группу ЗАПТ-ТВ. Поэтому уже в ближайшие дни мы расскажем вам, как на самом деле работают маршрутки в Чите.